Всем привет! И как всегда, обзор моего детского канала. Да-да-да, вот эти вот циферки, это и есть миллионные видео на моем детском канале. Постоянным моим зрителям, наверное, я уже надоел начинать каждый ролик из хвастания своего канала. Но я это делал для того, чтобы когда у нас заходит новый человек, он понимал, что мое мнение можно слушать, что оно заслуживает уважения, поскольку если я достиг на своем канале этих просмотров, то значит я что-то уже понял в этой тематике и что-то могу вам подсказать. Итак, поехали! Сегодня мы поговорим, с чего начинается детский канал. Какое нам нужно оборудование, какая нам нужна техника, потому что сейчас в комментариях мне посыпалась просто масса вопросов, в какой свет купить, какие камеры купить. Люди еще не начали снимать видео или начали только 2-3 видео сняли и уже хотят вложить кучу денег. Так не делается. Во-первых, он может вам не пойти. Во-вторых, вам может сам этот процесс не понравиться. В-третьих, у вас ребенок может не захотеть сниматься, вы же не будете вас под палки заставлять, правильно? Поэтому в любом деле нужно начать. Нужно начать из того, что у вас есть. Я лично начинал свой первый канал только из того, что у меня было. Да, я не начинал, конечно, с телефона, потому что у меня была уже вот такая вот камера. Я покупал себе ее просто для фотографирования, и поэтому, поскольку она уже была, я начинал уже с нее. Немножечко фора у меня была, но это все равно старая камера, в ней нет еще ни стабилизации, в ней нет, самое главное, это автофокуса. Насколько она меня замучила своим ручным автофокусом, и не я снимал где-то, наверное, года полтора, я не снимал. Это просто был ужас, когда тебе нужно ручной автофокус. Особенно в детских видео. Одно дело, вот такие сейчас видео снимать, как вот я сейчас стою, просто поставил, фокус выставил, ну максимум я отошел, фокус чуть построил, я подошел. Но в детских видео, когда он перебегает, когда он бежит, когда он на машине едет, это был просто трэш. Одно меня тешило, что у всех профессиональных киношников на профессиональных дорогих камерах тоже стоит ручной фокус. Ну блин, у них там еще экран, конечно, здоровенный, у них еще руки настроены, уже там он ловит этот автофокус, как мы сцепление переключаем на машине, даже не задумываясь об этом. Но суть не в этом. Начинать нужно с телефонов. Сейчас современные телефоны снимают не хуже вот этой старинной камеры. Поэтому начинайте с телефона, начинайте с тех игрушек, которые у вас есть. У нас вот первое видео было вообще, я вот снимал как мультипликационный мусоровозка, пару солдатиков, Максим переставляет. И это видео, кстати, у нас довольно-таки неплохо зашло. Я еще так удивился, я его так снял, лишь бы было уже такое что-то, не покупая игрушки. И оно сразу не зашло, а потом где-то через месяца 2-3 оно как начало набирать оборотов, я вообще удивлялся с этого видео. Потом я начал заказывать с Алиэкспресс всякие безделушки маленькие, такие недорогие, там эти вот летающие миньончики, что рукой подставляешь, и он вверх взлетает. Что у роботи что-то делает? Разные там генетические пески мы резали. Все такое дешевое я набирал специально, много денег практически не вкладывал. Да, может, конечно, если бы я вложил больше денег сразу, то, может, больше проскрутил бы, возможно. Но, во-первых, я хотел проверить себя так же самое, понравится ли мне эта тема, не понравится, пойдет, не пойдет, как-то так, тем более что-то новое такое было. И мы еще начинали, это у меня сейчас, который показывал вам рекламку, это уже второй канал у меня, а первый канал я начинал еще раньше. Просто он у меня сейчас висит замороженный, там где-то 300 тысяч просмотров, ой, просмотров, подписчиков, и ним сейчас практически не занимаюсь, потому что в 2016 или 2017, не помню, там такие были, резкая перемена правил, YouTube ввел правила, не объявил о них, заблокировал каналы, многим поудалял каналы, позабирал монетизации на бессрочно, что нельзя даже исправиться, исправить свое положение, там поудалять лишнее видео, как сейчас. Сейчас, если вы что-то натворили, у вас забирается монетизация, вам дается 30 дней на устранение всех причин, вы устраняете их, через 30 дней подаете на повторную, еще месяц ждете, и вам монетизацию, как правило, возвращают, если вы, конечно, все исправили. Раньше все, он рубанул, все, у вас монетизации нет, он у меня висит, этот канал, 300 тысяч подписчиков, а делать с ним ничего не могу. Ну как, я могу, конечно, загружать это видео, но смысл, деньги с этого ты не получишь никогда. И когда уже канал получил монетизацию, когда он уже начал приносить деньги, мы начали уже вкладывать, покупать уже дорогие игрушки, более масштабные, масштабные игрушки довольно-таки немало стоят, был тренд на домики игровые, мы тогда покупали домики, каждый домик где-то 500-700 долларов стоит нормальный. Поэтому мы потом уже начали вкладывать, поэтому я и вам всем советую начать с того, что у вас есть, не вкладывать в это деньги, потому что, во-первых, у вас настрой уже не тот будет, вы вложили деньги, вы уже хотите, хотите какую-то отдачу быстро получить, то есть вы уже расстраиваетесь от этого канала, а каналы быстро не развиваются. Сейчас, конечно, в съемке нашего канала участвует уже профессиональная техника, которая стоит немалых денег, всякие доп. оборудования, тот же микрофон уже с ветрозащитой стоит, хотя тоже не очень дорогой, конечно, микрофон. И тоже где-то с год мы, наверное, снимали вот этой камерой без микрофона встроенного. Да, если ветер, оно шумит, нужно будет на постобработке это все вытаскивать, нужно было подготавливаться, ждать погоду, когда нет ветра. То есть куча-куча неудобств, то есть насколько это не сколько качество поднимает, а сколько убирает неудобства, скажем так, все это дополнительно оборудование. То же самое с этим старикамом. Можно без старикама снимать, можно как-то пристраиваться, несколько сцен делать, отсюда немножко снял, присел, перешел 10 метров, оттуда снял. Как бы все это просто время тратится, со старикам намного это все быстрее делается. Но можно и без него. Поэтому, когда уже канал начнет приносить деньги, тогда стоит уже вкладывать в оборудование, и можно уже даже немножко поддобавить. И вам не только в оборудование придется вкладывать, вам еще и в игрушки придется вкладывать, потому что они тоже сейчас немаленьких денег стоят, особенно если масштабные. Тут большие лего или большие реконструкторы, из которых домики можно стоить, они тоже хорошо стоят. Или вот сейчас тренд был на шоколадные фигурки, которые кушать, они тоже недешевые, эти шоколадные фигурки в больших размерах. Мы тоже там нормально так прикупили. Но у нас и видео, которое с шоколадными фигурками, одно из первых вышло, более 20 миллионов набрал. То есть оно все себя все равно окупляет, еще и слегка, еще и останется вам. Еще что в комментариях вы мне часто пишите, это за монтажера. Меня это удивляет очень сильно, потому что я всегда считал, что YouTube канал это не бизнес-проект, который как Стив Джобс, да, там, о, ты компьютеры делаешь, иди сюда. Так, ты делаешь там красивый дизайн, иди сюда, так, все, у меня тут слепили, я пойду сейчас продам этот. Да, отчасти, конечно, бывают исключения, можно и так, какой-то там талантливый менеджер может так и может организовать YouTube канал. Но, как правило, многие сейчас, да, вы мне скажете, я уже сразу наперед вам на ваши вопросы отвечаю, что многие каналы так сейчас и делают. Понабирали огромные коллеги, тот же Вилсаком и все остальные, да, и них работают. Но человек этот начал сам все, то есть он сам делал, он сам снимал, он сам подбирал темы, ключевые слова, он сам монтировал эти видео, он был в этом всем. У него уже огромная база знаний и практика, и теперь, когда он берет этих людей, он просто на них скидывает рутинную работу. Но за сами именно изюминки он толкает, он следит, он знает, как это должно все развиваться. А человек, который никогда в этом не вникал, он никогда не монтировал это видео, он не знает, какие эффекты нужны, как они должны гармонировать, как они должны составляться. И многие эти эффекты просто, ну, не в тему вставлены. Во-первых, иногда даже некоторые позиции не ставят этого эффекта в то место, где происходит. То есть, допустим, тут он что-то берет, да, вы делаете всплеск, то всплеск вообще по центру экрана происходит. Потом звуковыми эффектами вообще там ужас творится, просто ужас. Они сопровождают неправильные действия, неправильно подобраны эти эффекты. Поэтому сейчас кого-то нанимать, ну, нет, не нужно, это неправильно нанимать. Да, они могут сейчас ваше видео быть не такими, как должно быть. Но это процесс пошаговый, то есть, вы идете, вы развиваетесь, вы не стоите на месте. Если вы не сможете развиваться, значит, это не ваше дело, значит, это не ваш канал. Посмотрите, сейчас канал миллионы этих создают, особенно детских, их вообще масса-масса-масса. Но они 2-3 месяца, они сгорают, просто перегорают. Я даже думаю, может, возможно, YouTube и специально так сделал, что первые полгода он не закидывает рекомендованные. Очень редко, когда видео попадает рекомендованное, если попадает, то там такой маленький этот процент происходит. И многие просто сгорают, не могут переждать этот период, дождаться того развития. У нас даже вот второй канал, который сейчас вот уже развился, уже нормально идет у него, нормально он так набирает и подписчиков, и просмотры, и видео хорошо попадают рекомендованные. То он более чем полгода у меня тоже просто стоял. То есть я снимаю видео, я делаю эту работу, я их туда выставляю, он стоит, стоит, стоит на месте. Да, в тот момент, конечно, можно было еще конечными заставками докручивать. Я со своего первого канала, конечной заставки, трафик перенаправлял в этот канал. Но тоже особо это не помогало, просто психологически немножко добавлял просмотры. То есть видео набирали тысячу, полторы тысячи, две тысячи просмотров набирали. Немножко психологически легче, как сейчас многие из вас пользуются Google AdWords. И сейчас масса вопросов ко мне, пользовался ли я Google AdWords. Вот я сейчас отвечаю, что я ним не пользовался. Да, в ознакомительных целях я, конечно, пользовался. Я закинул на него где-то долларов 200, наверное, еще когда самый первый канал, когда только начал. Наверное, месяц прошел, как у всех, просмотров ноль. Закидывал ролики сюда в ВК, закидывал их в Инстаграм. Ну, чуть-чуть набирали, очень мало просмотров. Попробовал Google AdWords, закинул долларов 200, наверное. У меня там даже несколько раз какой-то глюк произошел, что я даже с ними списывался. Ставил всегда, что там просмотров где-то до тысячи. Они набирали немножко, тоже психологически, грубо говоря, поднять, что на роликах немножко есть. И у меня некоторые ролики по 3-4 тысячи с Google AdWords набирали, деньги за это не снимались. И такое вот несколько раз у меня происходило. Я им писал, они пишут, что это у нас сбой какой-то произошел. Не переживайте, типа, я думал, что вдруг мне там сейчас все деньги снимут за то, что я, в принципе, не делал и не заказывал такое количество просмотров. Вернее, деньги не выделял на такое количество просмотров, а не заказывал. Ну, и он ничего мне не давал. То есть, кроме вот этих цифр, которые во время, рядом с роликом находятся, да, количество просмотров, он мне никакого продвижения канала не давал. Количество подписчиков увеличивалось, но как-то очень слабо. Не тот процент подписчиков от просмотров получался, который должен быть, который сейчас происходит. Советую, если я вам пользуюсь Google AdWords, хуже вашему каналу он не сделает. То есть, какие-то все-таки дети там попадутся, к вам добавятся, и какие-то просмотры будут, но YouTube не расценит это как уже развитие вашего канала и не ускорит процесс попадания в ваш, вас в рекомендованность. То есть, Google AdWords, он больше нужен тем компаниям, которые занимают, которые производят какую-то продукцию, которые предлагают какие-то услуги. То есть, просто как реклама, но не развитие канала, не развитие влоговых каналов, игровых, наших, детских каналов. Поэтому в наших каналах алгоритмы, на самом деле, YouTube очень хорошо работают. Я это уже не один раз замечал, что те видео, я уже знаю, какие видео все-таки я выпускаю хорошие, какие я снимаю так, чтобы просто заполнить пробел, какие видео я немножко там ленюсь где-то довести до идеала. И как бы я это уже знаю. То есть, я выпустил видео, я прекрасно вижу, что это видео, ну так себе, может чуть-чуть наберет, чуть не наберет, но как бы время нужно было выпустить, я его и выпустил. То я смотрю, что алгоритмы YouTube работают как надо. То видео, которое трендовое, которое хорошо обработанное, в котором много эффектов, оно даже если сразу не зашло, оно потом все равно свое наберет. У меня очень много видео было таких. Кстати, вот наше самое топовое видео, Максим на каникулах у бабушки, оно сразу не зашло. Хотя все правильно сделано, все очень красиво, все с моралью, оно все игровое, оно мне нравилось, аватерка хорошая. Мы его выпустили, оно, наверное, недели две вообще не заходило. Потом так под чуть-чуть-чуть-чуть, потом алгоритмы его поймали, вернув, раскрутили в нужные, рекомендованные закинули. Оно до сих пор, сейчас у меня еще крутится. Хотя выпущенное было еще в прошлом августе, по-моему, или сентябре, если не ошибаюсь, в прошлом году. Оно до сих пор крутится, и это видео самое большее у нас просмотрено, брат, потому что больше 30 миллионов. Поэтому алгоритмы найдут ваш канал, не переживайте, введут его в нужные, рекомендованные. Если вы там все правильно будете делать, если вы правильное название, правильное описание, правильные ключевые слова, правильную аватерку самое главное. Поэтому денег вкладывать сразу не нужно. Попробуйте, ваше это, не ваше. Вникнетесь вы полностью в канал, то есть начните развиваться, начните смотреть, как остальные каналы развиваются, какие они названия используют, какие они аватерки используют, как они их делают, аватерки. Посмотрите мои видео, сделайте какие-то выводы. То есть должно быть движение, не нужно упереться в один формат, и вот я его делаю, 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 нет. И самое-самое-самое, одно из самых-самых-самых главных это сюжеты. Заморачивайтесь над сюжетами, думайте над ними, развивайте немножко. Должно быть какое-то развитие, то есть интрига какая-то должна быть. И не делайте на первых этапах, не делайте длинные ролики. Делайте их 3-4 минуты, потому что многие с самого начала стараются это по 10-15 минут делать. Во-первых, их даже уже в развитых каналах, там где уже личность, скажем так, медийная, грубо говоря, между детьми, что его уже знают, они уже уверены, когда нажимают на этот канал, что там будет что-то интересное, и они могут смотреть по 10-15 минут. То новеньких очень редко можно чем-то захватить так ребенка, чтобы он вас, новеньких, смотрел 10-15 минут. То есть это должно быть развитие сюжета долгое прям. Что касается рубрики «Анализа детских каналов», то, наверное, я это буду не как видео выпускать, а, наверное, еще немножко подожду развития канала, чтобы хотя бы 1000 подписчиков, активных зрителей у нас было. И это у нас будет на прямых эфирах. Так будет проще. Вы сможете вопросы задавать мне сразу же, я их на них буду отвечать, и мы вместе будем смотреть анализ каналов. Эти эфиры, возможно, я буду сохранять, чтобы потом можно было пересмотреть, и ошибки... Как бы все равно ошибки очень схожи. Практически во всех каналах одинаковые ошибки. Нет сюжета, неправильные аватарки. Очень длинные и непонятные названия не в трендах. На этом, думаю, все с этим видео. Дальше пишите в комментариях, что еще интересно, что вас интересует. Комментарии я все читаю, стараюсь на все отвечать. И когда наберем 1000 подписчиков, я думаю, тогда мы начнем прямые эфиры, и вам будет немного интереснее, удобнее, потому что вы сможете напрямую задавать вопросы, и онлайн сразу же получать ответы. Сейчас пока. Как обычно, лайки, репосты, подписка, рекомендации, друзья. Пока.